МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Ныне. Сегодня в выпуске. Урал, Волга, военная поликлиника. Какова судьба опустующих зданий в городе? Этот вопрос обсудили в рамках очередного заседания Совета городских депутатов. Мусорный урожай. 20 дачников с острова Петриков собственными силами очистили территории вблизи своих кооперативов. А как насчет остальных, вызывают к совести добровольцы? Птица Феникс летела на пьедестал. Дизайнер из Ахтубинска Анастасия Алексеева, которая ассоциирует себя с этим мифическим персонажем, получила всероссийское призвание, победив в проекте «Кутюр по-русски». В мэрии города состоялось очередное заседание депутатов городского совета. На повестку дня было вынесено несколько вопросов. Один из них – о принятии прогнозного плана приватизации недвижимого имущества муниципальным образованием города Ахтубинск на 2024 год. В рамках данной встречи были озвучены возможные судьбы пустующих зданий на территории города, таких как общежитие «Волга», гостиница «Урал», военная поликлиника. Обо всем подробнее в нашем сюжете. Вернуть былое предназначение общежитию «Волга» пустующим на протяжении пяти лет. Возможно, в скором времени сможет потенциальный покупатель, у которого есть заинтересованность в гостиничном бизнесе. С такой информацией выступил заместитель главы города Александр Сиваков на очередном заседании Совета городских депутатов. Напомним, постройка 1959 года, площадь которой более 2000 квадратных метров, аварийной на данный момент не признана. Несколько лет назад Департамент имущества Министерства обороны передал ее в собственность муниципалитета. В местном бюджете средств на ремонт четырехэтажного здания нет, а это на минуточку более 30 миллионов рублей по предварительным подсчетам. Между тем, оценочное стоимость здания – более 12 миллионов. К слову, хорошая квадратура, расположение в оживленном месте, большая парковочная зона инвесторов привлекает. Кстати, заинтересованность у капиталистов есть и в здании, где раньше находилась военная поликлиника. В собственность администрации данный объект перешел в этом году. Но в отличие от Волги, эта постройка восстановлению не подлежит. Заключение экспертизы было отрицательным. Она призвана аварийной, и, как выразились на совете, ее стены буквально разъезжаются в разные стороны. У нас точно денег не будет на его снос, а это порядка 15 миллионов только на его снос потратить. У нас точно этих денег нет, но, опять же, есть потенциальные инвесторы, которые готовы забрать комплексом, военная поликлиника плюс прилегающая территория, в количестве 4621 квадратных метров. Они, в принципе, готовы его забрать, снести эту поликлинику и использовать его в строительстве удовольствия. Не в аварийном удовлетворительном состоянии по заключению специалистов находится здание по улице Жуковского, дом 5, бывшая гостиница «Урал». Ее приватизация, как и двух названных ранее объектов, запланирована в следующем году. Ольга Лемайкина, Анатолий Калинкин, Татьяна Дубинина, Ахтубинс ТВ. И в продолжение темы о вопросах, которые курирует городская администрация, реконструкция парка «Летный» возобновлена. Это стало возможным благодаря новой подрядной организации, которая на данный момент занимается благоустройством тротуара от водонапорной башни до школы номер один. В настоящий момент специалисты уже выполнили подготовку основания и уложили щебень. Заключительным этапом станет укладка более 2000 квадратных метров тротуарной плитки. Кроме того, для дальнейшей установки в парке уже заказаны малые архитектурные формы. Их поставка в Ахтубинск ожидается в ближайшее время. По словам подрядной организации, все работы в рамках второго этапа реконструкции парка «Летный» будут завершены до конца текущего года. В целом, работа по благоустройству общественного пространства продлятся до 2025 года, сообщается на сайте мэрии. Остается добавить, главное, чтобы созданную красоту удалось сохранить. Проблема вандализма в городе по-прежнему остается острой. Центральный парк не раз подвергался нападкам вандалов. Вот и недавно юные Ахтубинцы, братья с 7 и 9 лет, гуляя по парку, разбили стекло на тумбе, в которой находились рисунки учащихся детской художественной школы. Несовершеннолетние были задержаны. Полицейские совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при районной администрации провели с ними профилактическую беседу. Их мама привлечена к административной ответственности. Я прошу прощения, мол, я прошу прощения. Подобные вопросы больше не повторялись? Да, я учаюсь за ними, я смотрю за ними, я воспитаю хорошо их. К другим темам. В России наблюдается стабильное снижение показателей общей и первичной заболеваемости по ряду направлений. За пять лет число пациентов с наркологическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, снизились на 16%. А число пациентов с наркологическими расстройствами, связанными с употреблением наркотиков, на 8%. Об этом рассказал министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в рамках пятого глобального саммита по психическому здоровью. О снижении масштабов злоупотребления алкогольной и наркотической продукции их свидетельствует и Ахтубинская статистика. На данный момент в Ахтубинском районе зарегистрировано по всем категориям наркологических больных 512 человек. Из них 273 с диагнозом синдром зависимости от какого-либо вещества и 239 человек с диагнозами пагубного употребления. Больше всего алкоголь. Наркотические вещества не такое значительное количество. Хотя тоже немало. В прошлом году всего на конец года состояло всех категорий 569 человек. Поэтому в данном случае мы можем говорить о снижении. Несмотря на снижение числа зависимых от алкоголя и наркотиков, не стоит забывать о профилактических мерах. Тем более, когда речь идет о молодом поколении. Представители областного наркодиспансера провели обучающий семинар-тренинг с сотрудниками учреждений Ахтубинского района по профилактике аддиктивного поведения у детей и молодежи. Отметим, подобная практика существовала и раньше. Однако, чтобы получить новые профильные знания, Ахтубинскам нужно было выезжать в Астрахань. В этом году обучение прошло в Ахтубинске. Процесс получения новых знаний запечатлела наша съемочная группа. Изучить психологию и предпосылки аддиктивного или зависимого поведения у подростков, а главное рассмотреть способы его предупреждения, собрались более 30 специалистов сферы образования, культуры, молодежной политики и спорта, работающих с молодежью Ахтубинского района и Знаменска. По инициативе аппарата антинаркотической комиссии Астраханской области и областного наркодиспансера в лице его главного врача Татьяны Улеска в этом году они смогли получить необходимые знания непосредственно в Ахтубинске. Представители областного наркодиспансера провели обучающий семинар тренинг о работе в этом направлении сотрудниками учреждений в стенах кинотеатра «Победа». Это позволяет специалистам, которые у нас прошли данный тренинг, работать самостоятельно в сфере профилактики, в своем рабочем месте читать лекции для детей разного возраста, но и использовать это в работе с родителями. Данная работа в Ахтубинском районе проводится, но обязательное требование является повышение квалификации каждые пять лет. И благодаря такому обучению мы охватим большое количество специалистов не только Ахтубинского района, но и Знаменска, которые сегодня приехали к нам для того, чтобы получить эти знания. Мероприятие, проходившее в течение двух дней, стало не только площадкой для обмена опытом и приобретения новых знаний. Особый акцент в ходе него был сделан на практической части, а именно тренингом по выявлению и профилактике разного рода зависимостей, а также употреблению психоактивных веществ. Особо стоит отметить, что в ходе семинара практикующие психологи и психиатры поделились своим бесценным опытом работы в этой сфере. По итогу все участники, успешно прошедшие обучение, получили сертификаты, подтверждающие квалификацию. Но знание – это орудие, а не цель. Теперь главная задача для специалистов – применить их в своей работе. И многие уже продумывают для себя способы их реализации на практике. Такой работой нужно заниматься. Мы очень рады, что есть возможность приехать на эти семинары и поучаствовать в них. Мы немножечко уходим в теорию на своих курсах. А здесь практикоориентированный семинар, который поможет нам организовать просветительскую работу, профилактическую работу с детьми, с нашей школы, ну и, конечно же, работу с нашими педагогами. Потому что педагоги находятся ближе к детям, чем иногда бывают и родители. Данное упражнение, которое мы пробуем на себе, да, мы будем применять, по крайней мере, я планирую, на следующей неделе. Семинар действительно очень интересный, очень информативный. Я себе в копилочку даже взяла несколько упражнений для того, чтобы провести это на практике, использовать. Планирую на следующей неделе даже провести тренинговое занятие для старшеклассников. Мы за здоровый образ жизни, с использованием новых знаний, полученных на данном семинаре. Спасибо большое организаторам и, соответственно, спикерам этого мероприятия. Очень полезно. Продолжаем выпуск. В каких регионах люди больше всего недовольны вывозом мусора? На такую тему недавно российский экологический оператор провел социологическое исследование. В антирейтинг РЭУ вошли такие регионы, как Забайкальский край, Астраханская область, Республика Хакасия, Орловская область. К слову, дачники с острова Петриков попаданию в антирейтинг не удивлены. И дело на этот раз не в региональном операторе, а в самих Ахтубинце. Так, к примеру, одни дачники покидают свои участки налегке, другие с тяжелым грузом ответственности за вывоз мусора. Владислав Лихварь с места события. Вот и завершился 45-й дачный сезон на острове Петриков. Дабы не повторилась прошлогодняя история, не вымер с виноград, дачники многие постарались укрыть его в зиму получше. Также прикрыли цветы, молодые кустарники, смородины, кружевник, малину. Все работы постарались провести до окончания работы паромной и лодочной переправы. И удачно. Уже после 6 ноября вода в реке еще больше упала, и паром, лодки совсем перестали ходить. По этой же причине из-за маловодия не смогли вывезти с острова работники ЖКХ контейнеры с мусором. Чтобы не остался он зиму, председатели садов и огородных кооперативов решили освободить контейнеры. Основную массу листья, обрезанные в ветви деревьев, кустарников, утилизировали в компостные ямы. Остальной, габаритной, сложили в мешки, завезли в охраняемую дачу до весны, как и контейнеры. Зимой мы вывозим на площадку на хранение под охрану эти все контейнеры, чтобы у нас опять их никто не украл. И заодно подремонтируем в течение зимнего сезона. Постарались навести порядок дачники и на территории, и вокруг контейнера, и площадки, и в прилегающем к нему лесном массиве. Если у вас есть машина, на которую вы везете на мусорку крупногабарит, соответственно, вы также можете на этой же машине заехать на паром и вывезти это все в город. Здесь у нас крупногабаритный мусор не вывозится. Мы своими силами, Нина со всеми своими помощниками, все время это пытается как-то утилизировать. Погода, прошедшая в воскресенье, была холодной, дул сильный ветер. Тем не менее, пока не выполнили намеченное, никто из актива остров не покинул. Вот мы организовали семь кооперативов. Мы собрались, взяли мешки, другого выхода у нас нету, и пытаемся вывезти прицепом частными машинами. Поэтому мы просим дачников хоть немножко нам, председателям, посочувствовать и понять, что мы делаем. Кстати, провести субботник в этот день приглашались многие дачники, но откликнулись, прибыли со своей техникой. Всего 20 человек. Мы идем в администрацию и решаем вопрос так. Или мусорка остается здесь, или мы ее убираем на другую сторону острова. Ее на острове просто не будет. И тогда у нас будет свалка. Вы понимаете, что это такое? Владислав Лихварь, Юлия Баховская, Ахтубинск ТВ Идем далее. Стартовали мастер-классы в рамках всероссийского проекта «Футбол-школя». В Ахтубинском районе они будут проходить в следующем году и в этом. В течение четырех месяцев футбольные клубы «Волгарь» и «Астрахань» планируют посещать все школы-участницы проекта с целью приобщить детей к данному виду спорта. Отметим, в проекте «Футбол-школя» участвуют шесть образовательных учреждений муниципалитета. Школы номер 2, 4, 9, Нижнебоскунчакская школа и не только. Спортивный зал шестой школы стал стартовой площадкой для проведения подобных игр. «Футбол в школу» – проект Российского футбольного союза по привлечению детей и подростков к самому популярному спорту в мире. Благодаря ему школьники по всей стране получили возможность приобщиться к спорту номер один прямо на уроках физкультуры. Так, в рамках его реализации тренерский состав автономной некоммерческой организации «Спортивный футбольный клуб «Волгарь»» и его воспитанники провели серию мастер-классов в школах в городах Тубинска, а также поселках Верхний и Нижний Боскунчак. «Мастер-классы проводятся для детей от 2-го класса до 6-го класса. То есть все школы, которые участвуют в программе, мы объезжаем, смотрим, что за это время научились учителя физкультуры, как они проводят тренировочный процесс, что умеют дети. Смотрим, естественно, что они достают, все это объясняем, показываем. И в настоящее время довольно успешно это все получается». «Все зависит от уровня подготовки детей. Более умеющим, взрослым одни упражнения. Вот как сейчас были маленькие, конечно, попроще, больше ловкость, координация, какие-то определенные самые начальные навыки работы с мячом». Ребята смогли принять участие в комплексных тренировках, а также отработать навыки ведения и передачи мяча с профессионалами. Наставники показали основные футбольные элементы, рассказали о важности здорового образа жизни и необходимой работе по развитию физических способностей. В конце каждого из мастер-классов все вместе играли в футбол. В перерывах тренеры отвечали на вопросы ребят и вдохновляли их не только личным примером, но и историями из своей футбольной карьеры. Юные спортсмены также на мастер-классе выкладывались на все сто. «Да, очень понравилось». «Чему ты научился еще? Какие-то, может, приемчики? Что ты сегодня запомнил?» «Я запомнил то, что мы вот так вот руками о пол штукали». «Учились вести мяч?» «Да, да». «Получается?» «Получается». «Вообще, ты хочешь стать футболистом? Для чего ты сюда пришел сегодня?» «Да, я хочу стать футболистом». «Мне очень понравился тренером. Еще мне запомнилось, как мы делали разминку». «Ты хочешь стать футболисткой или просто для себя занимаешься?» «Ну, хочу стать футболисткой». В проекте участвует уже около 85 регионов страны. Следует отметить, что Астраханская область включила с него одно из первых. В Ахтубинском районе в рамках его реализации мастер-классы и открытые уроки проводятся уже четвертый год. Таким образом, у школьников появилась возможность не только приобщиться к футболу на уроках физкультуры и в секциях, но и участвовать в регулярных турнирах и фестивалях. Школа становится центром футбольной жизни, а тренеры и специалисты получают больше возможностей заметить талантливых детей. «Очень приятно, что наши школы подключены к этому проекту, участвуют. Дети очень любят играть в футбол, с удовольствием ходят на тренировки. Очень нравится, когда проводят вот такие мастер-классы, приезжают специалисты из команды «Волгаря» из Астрахани. Это все-таки развитие, развитие и новых навыков во время таких тренировок открытых проходит. И завязываются там новые знакомства, появляются новые друзья среди футбольных коллег. Это очень интересно. Появляются и новые спортивные клубы во взрослых коллективах, и новые в школы вступают у нас в проект футбол в школу. В этом году к этому проекту присоединилась вторая школа, девятая школа. И идет развитие. И о прекрасном, которое не только заставляет по-новому взглянуть на искусство, но и даже сменить свой гардероб. Дизайнер из Ахтубинска Анастасия Алексеева стала победительницей прошедшего в Санкт-Петербурге проекта четвертого сезона «Кутюр по-русски». На показе Ахтубинка представила взрывоопасную коллекцию платьев под названием «Феникс». Анастасия, здравствуй. Мы поздравляем тебя с победой. Расскажи, пожалуйста, поподробнее, что это за конкурс такой «Кутюрье по-русски» и как ты узнала о нем? Это конкурс от школы Евгении Саталкиной. Она автор уникальной техники, в которой создается все эти шедевры, платья, а не полностью ручной работы. На самом деле я года полтора наблюдала, то есть в интернете за этой школой, думала, что не мое. Ну, не в плане, в душе не мое, а в плане того, что я не потяну это ни физически, ни финансово, поскольку это достаточно затратное дело. В общем, боялась этого, делала всего. Но потом сложились обстоятельства, что мне необходимо было в Санкт-Петербург приехать по своим личным делам. И в эти даты там проходил мастер-класс именно от этой школы. Ну, я пришла, записалась на этот мастер-класс, пришла так, что, ну, побуду, раз уж так карты легли. И девчонки, у меня пойдем, пойдем тоже, давай, вступай, иди на этот конкурс, давай, давай. Ну, я приехала с этого мастер-класса, окрыленная, мне это все понравилось, мне это зашло. Недолго думая, я все-таки вписалась в этот сезон. Первые были такие небольшие конкурсы, марафончики, то есть внутри, да, первый мой закончился не победой, но, так сказать, очень высокой оценкой наставника, она увидела, что да, могу, то есть поняла, о чем она вещала на мастер-классе. И как-то пошло дальше, что все время были такие платья красивые, как она сказала, но от меня не хотелось большего. И она прям, давай, в чем твоя фишка, в чем твоя идея, давай, давай, давай. В общем, потом опять поехала на мастер-класс, на второй уже, зная, какая у меня тема коллекции, уже начинаю отшивать первые платья. И там родилась одно из моих платьев, птица, от которой, наверное, случился этот переломный момент, в котором я перестала бояться самой себя. До этого я боялась выйти за рамки вот обычного, а тут я начала делать какие-то формы, какие-то более авангардные вещи. Мне почему-то родилась эта птица, то есть что она олицетворяет? Она олицетворяет возрождение, то есть полную в какой-то степени потерю себя, уничтожение себя, пожертвование. И из вот этих останков новая жизнь возрождается, и более яркая, и более сильная. И, в принципе, наверное, у нас у каждой женщины в жизни вот эта цикличность, она происходит. И мне было важно показать то, что это, в принципе, может быть любая женщина. Но это не обязательно нужно быть плодой, нужно быть определенной внешностью, определенной расой. То есть здесь хотелось показать в общем женщину любую. В принципе, из-за этого, наверное, и проводили фотосессии, где участвовали девушки разных национальностей. И для меня это было важно, подобрать их совершенно разных. Как раз-таки моя фотография, наша обложка, она и заняла тогда первое место. Там участвовали три девочки с нашего города, совершенно разные, они разных возрастов. Одна еще школьница, другая студентка, третья мама. Разных национальностей девочки. И, в общем, это родилась достаточно такая красивая, яркая картина, которая на протяжении двух дней украшала зал, на фоне которой фотографировались звезды кино, телевидение в Санкт-Петербурге. Поэтому это какая-то гордость за нас. И то, что вот мы отсюда, с маленького города, но можем достигать высоты. Вот вернемся к показу, Анастасия. Сколько было платьев представлено? В коллекции представляется пять платьев. Так, пять платьев. В начале разговора говорили, что финансово это все затратно. Но сейчас хочу вопрос не об этом. Насколько это было трудоемко, по времени? Это же ручная работа? Да, полностью ручная работа. Там из всех пяти платьев только две машинные строчки. И все. Все остальное это ручная работа. То есть это берется полотно кружевное, дробится полностью на просто маленькие-маленькие кусочки. Там бывает одна прям двухмиллиметровая такая веточка. И ее нужно положить так вот, чтобы вот она, вот этот кончик огня олицетворяла. Все это плюс расшивается. Расшивается это мелким стеклярусом, рубкой, бусинами, стразами. Все это вручную расшивается. Миллионы, наверное, этих бусин. Платье достаточно тяжелые. Особенно есть два платья, которые весят около 15 килограмм. Одно из них внешне достаточно маленькое, аккуратное, необъемное. Но оно очень тяжелое за счет того, что оно полностью расшито все стеклянными бусинами. И оно действительно самое тяжелое. Но в итоге оно оказалось самым эффектным. Оно было признано лучшим платьем сезона. В нем у меня выходила на подиум во второй день приглашенная актриса, то есть Виктория Заболотная, звезда ТНТ. Она его сама выбрала. Это было, конечно, очень приятно, лестно. Тем более, что все дизайнеры охотились за ней. И хотели, чтобы именно она вышла. Но вот выбрала мое платье. Это, конечно, было приятно. Анастасия, а какова судьба этих платьев? Сейчас они благополучно путешествуют по фотосессиям. То есть их арендуют. Какие планы в дальнейшем? Сейчас готовится новая коллекция. Там уже не пять платьев, там восемь образов. В двух образах там даже два изделия достаточно полноценных. Тему пока раскрывать не буду. Я ее от всех держу в секрете. Но если это была полностью огненная красная коллекция, то та будет по цветам разноплановая. Там будет очень большой переход. И там будут и нежные оттенки, что мне не очень свойственны. Красный цвет, цвет победы. Анастасия, давайте сейчас расскажем о том, как пришли к этому пути. То есть вы сначала были обычным мастером, а потом уже потянулись к высокой моде. Расскажите свой жизненный путь. Шить я начала еще в седьмом классе. То есть когда начались... Урок технологии. Да, урок технологии. Вот эти вот фарточки, какие-то сорочки. Мне было интересно. Брюс я еще занималась бальными танцами. А в то время у нас в городе даже просто швею, которая сошьет так, как нужно, по всем правилам, было очень сложно найти. Ну и плюс финансово, конечно, это тоже было дорого. И мы с мамой начали потихонечку сами сшить. В итоге я уже в 10-й, 11-й класс отшивала себе вальные платья сама себе. Ну, с помощью мамы, естественно. То есть мы вместе с ней в таком в тандеме это делали. Дальше я поступила на специальность конструктор-модельер. Я закончила с красным дипломом. Там в процессе я участвовала в каких-то небольших конкурсах в Волгограде, но там боялась себя показать. То есть старалась делать что-то такое средненькое. После работала, да, работала с клиентами частно. Потом я уехала в Санкт-Петербург жить. Там тоже не сразу, но опять же накопилась эта клиентская база. Работала достаточно плотно с нижним бельем. И со спортивным бельем, то есть для танцев на пилоне, для спортивного такого вот всего. Опять же вернувшись сюда, открыла отелье, потом началась пандемия. Все знают, что это по всем ударило. Ушла от этого. И вот просто волей судьбы попала вот на вот этот конкурс. И сейчас понимаешь, что больше сил хочется вкладывать туда. Да, и нам хочется больше поводов для восхищения. Как раз таки будете участвовать в новом сезоне. Мы желаем только победы. Можно закончу словами, которые прочитала в социальной сети, когда девушка увидела вашу работу. Я так думаю, она ваша знакомая. Но мне понравились ее слова. Удивительно скромная, красивая, талантливая девушка в тихом омуте сами. Знаете, что водится? Она еще всех удивит. Поэтому мы этого ждем. Мы уверены в этом. Спасибо большое, что пришли к нам и так дерзать. Спасибо большое. Творите, создавая тем самым больше поводов для встречи с Ахтубинс ТВ. Возможно, именно вы станете нашим новым героем. Напоминаем, если у вас есть идеи для сюжетов, обращайтесь по телефону 362-75. К следующему нашему корреспонденту Ахтубинсы не раз обращались за помощью, в чем она никогда не отказывала, не только в рамках рубрики «Добро пожаловаться», но и в нее. Год назад не стала нашей коллеги, журналиста с большой буквы Елены Львовны Петченко. Она была примером для многих профессий в жизни. В нашей памяти она останется открытой, улыбчивой, мудрой и рассудительной. После информационного выпуска смотрите программу «Память Елены Петченко посвящается». На этом у нас все новости. До свидания.